Всем привет! Если вы смотрели предыдущие выпуски, то знаете, что мы говорили про ситуацию с тенге и про ЛРТ в Нурсултане. Тогда мы делились своими предложениями о причинах резкого ослабления национальной валюты и делали прогноз о том, что ЛРТ, в конечном итоге, будут достраивать на бюджетные деньги. И мы ни в чем не ошиблись. Сейчас обо всем расскажем подробнее. Поехали! Начнем с курса валют. Еще месяц назад доллар стоил 420 тенге. Ключевой момент, на наш взгляд, был 1 июня, когда Нацбанк признался, что провел обратные интервенции. То есть активно скупал доллары, чтобы не дать нацвалюте окрепнуть. В Нацбанке так и сказали, что сдерживали резкое укрепление тенге. И после этого тенге действительно стал быстро слабеть. Сейчас доллар стоит уже 470 тенге. Почему дешевый доллар это приятно для народа, но плохо для казны, мы уже объясняли. Кратце, казна пополняется за счет нефти, которую мы продаем в долларах. То есть, чем доллар дороже, тем больше денег получает государство. Ориентир на этот год. Курс в 460 тенге за доллар. Именно такой показатель прогнозировали чиновники, составляя бюджет. Правда, в нем есть еще одна графа. Цена на нефть. И в бюджете она заложена на уровне 90 долларов за баррель. Сейчас же нефть стоит на 15-20 долларов дороже. По идее, это должно компенсировать низкий курс. Но на деле все получается иначе. Как будто в правительстве чуть-чуть перестарались, пытаясь соблюсти баланс. Помните, как все эти годы цены на нефть были определяющим фактором в формировании курса? Нефть дорожает, тенге укрепляется. Но в последние месяцы эта закономерность работать перестала. Нацбанки подтвердили, что курсы валют, цитата, не следуют линейно изменению внешних фундаментальных факторов. Что же тогда так сильно слабило тенге? По версии все того же нацбанка, причина в том, что крупные компании начали выплачивать дивиденды, что увеличило спрос на валюту и подняло курс. Так ли это на самом деле? Экономист Эльдар Шамсудинов высказал сомнения в том, что выплата дивидендов могла так сильно повлиять на ситуацию. Он привел данные о том, что, например, в 2019 году 15 крупных компаний выплатили дивидендов на 670 миллиардов тенге. Но на курсе это никак не сказалось. Так в чем причина? Может, нацбанк все-таки вручную регулировал курс? Но там заверили, что с начала июня обратные интервенции не проводились. Однако отчеты за этот период мы увидим только в первых числах июля. Пока же со стороны картина выглядит так. Сильное укрепление тенге обеспокоило недропользователей и все правительство в целом. Национальный банк начал регулировать курс. За месяц доллар подорожал на 50 тенге и пришел к отметке «комфортный для государственной казны». Каким образом все это произошло, действительно ли было влияние внутренних факторов или условия для ослабления тенге были созданы искусственно, мы не знаем. Но прямо сейчас мы имеем дорогую нефть и дорогой доллар. А значит, наступило хорошее время для того, чтобы заделать брешь в национальном фонде, который сильно уменьшился из-за пандемии и геополитического кризиса. Отдельно стоит поговорить и о рубле. Сейчас его курс взлетел до 9 тенге. И это очень неприятный тренд, учитывая огромный объем товаров, которые мы импортируем из России. Эта ситуация грозит нам усилением инфляции. Перед тем, как Мажлис ушел в отпуск, этот вопрос поднимал депутат Аманжан Джамалов. Он подчеркнул, что нынешний курс не является рыночным, так как из-за санкций рубль стал неконвертируемой валютой. Политика российского Центробанка искусственно укрепляет валюту, что сказывается и на тенге. Поэтому депутат предложил ввести ограничения на покупку и продажу российских рублей обменными пунктами и сформировать специальный расчетный курс рубля к тенге. Правда, на эти предложения в правительстве пока не отреагировали. Что настораживает, проблема наметилась давно, а пути решения пока нет. Складывается ощущение, что там наверху такое положение дел многих устраивает, особенно если говорить о долларе. Другой вопрос, а почувствуют ли простые казахстанцы позитивный эффект от того, что страна будет больше зарабатывать на нефти? Возможно, и почувствовали бы, но проблема даже не в том, сколько денег в казне, а в том, насколько эффективно их тратят. И тут самый яркий пример – проект ЛРТ в столице. В прошлых выпусках мы уже рассказывали о том, что проект решили во что бы то ни стало закончить. В него уже вложено немало денег и на днях министерство индустрии запросило из бюджета 248 миллиардов тенге. Компании City Transportation Systems пояснили, что три года назад были реализованы облигации компании на общую сумму в 440 миллионов долларов под государственную гарантию на внутреннем рынке. И теперь пришло время платить по долгам. Сделать это нужно до сентября 2024 года. Аким Нурсултана Алтай Кульгинов дал большое интервью порталу Tengri News. Он уточнил, что на завершение строительства требуется 577 миллионов долларов или 270 миллиардов тенге по нынешнему курсу. И это с учетом оптимизации. Вместо 18 станций построят только 8, а вместо 19 составов будет 5. Откуда возьмут деньги? Правильно, из бюджета. Хотя ранее сам Кульгинов говорил, что власти ведут активные переговоры с потенциальными инвесторами. Но сейчас Аким признает, что договориться ни с кем не получилось. Таким образом, он подтверждает наши догадки о том, что инвесторы не стали идти на риски. Процитируем его. Я рассказывал, что из китайского банка перешли на внутренние банки. Весь 2020 год пандемии все банки приостановили переговоры. В 2021 году пошло оживление. С несколькими международными банками вели переговоры в течение года. В итоге все отказались, даже при правительственной гарантии. Отказались как международные, так и внутренние банки. Остается один вариант финансирования. Из бюджета. Все равно выплаты по заемным средствам осуществляем из бюджета с процентами. На самом деле казахстанцы уже давно смирились с тем, что деньги будут тратиться именно бюджетные. Другой вопрос, а купится ли ЛРТ? Учитывая, что обслуживание обойдется еще в 3 миллиарда тенге ежегодно. Сам Кульгинов признает, что вряд ли. Он считает, что общественный транспорт нужно рассматривать не как бизнес, а как социальный проект. Здесь, конечно, можно поспорить. А нужен ли был такой проект изначально? Насколько он будет востребованным? И тут очередные странности в цифрах. Напомним, что на старте строительства Акимат озвучивал совсем нереальный прогноз. Он оценивал суточный поток пассажиров в 146 тысяч человек. В 2019 году президент Касымжумар Тукаев к критику ЛРТ привел другие цифры. По его данным, в настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала передвигаются всего 2 тысячи человек. А что с прогнозами у Акимата сейчас? Кульгинов озвучил расчеты, по которым ЛРТ будет ежедневно перевозить 25-30 тысяч человек. Откуда их возьмут, правда, не совсем понятно. Не исключено, что Акимат берет в расчеты тех, кто будет кататься по ветке просто так, для развлечения. Так было в Алматы после запуска метро. Вот только сейчас зевак стало гораздо меньше. С другой стороны, раз уж Акимат заранее попрощался с мыслью об окупаемости проекта, то к чему все эти расчеты? Поэтому пока важно знать только то, что на ЛРТ уже потратили порядка миллиарда долларов, влезли в долги перед китайскими инвесторами и еще полмиллиарда потратят на завершение проекта. Наверное, хочется, чтобы ЛРТ уже наконец-то достроили и забыли о нем, как о страшном сне. Вообще, ко всем государственным инициативам казахстанцы привыкли относиться с недоверием. И зачастую такое отношение оправдано. Приведем еще один пример. Утильсбор. Его тоже много критиковали, но чиновники до последнего момента пытались оправдать необходимость этого платежа и не видели в нем проблем. Очень много в правительстве говорили о том, что нужно поддерживать отечественный автопром. Значит, утильсбор нельзя отменять. Никого не смущало, что ставки утильсбора изначально были неоправданно большими, и иномарки из-за этого резко подскочили в цене. Напомним, что утильсбором занималась частная компания ТО «Оператор РОП», которую СМИ связывают с Альей Назарбаевой. В деятельности компании не было достаточной прозрачности. Рядовые казахстанцы не видели, куда уходят деньги из своих карманов. Да, в этом году с подачи Тукаева эта компания была ликвидирована, и ее функции передали государству. Ставки также были уменьшены в два раза. А деньги, которые оператор РОП успел собрать, частично направили на финансирование льготного кредитования. По нему тоже есть вопросы, но их мы как-нибудь разберем в другом выпуске. При этом на кредитование потратили только 100 миллиардов тенге. Хотя за пять лет функционирования механизма общая сумма уплаты утильсбора составила более 579 миллиардов тенге. Не все они были потрачены и переданы в качестве субсидий. На счетах оператора РОП до последнего момента хранилось более 220 миллиардов тенге. Здесь, конечно, не обошлось без хищений. Ранее антикоррупционная служба задержала вице-министра экологии Ахмеджана Примкулова и председателя правления оператора РОП Медета Кумаргалиева. По данным следствия, подозреваемые намеревались похитить деньги, поступающие с утильсбора. Средство планировалось направить на строительство шести мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию. И суть махинации в том, что эту электроэнергию в течение 15 лет должно было закупать государство, причем по необоснованно завышенному тарифу. И это не все. Антикоррупционная служба Казахстана объявила в розыск бывшего учредителя компании оператора РОП Шнар Муктарову. Ее подозревают в присвоении денег утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов. Речь идет о сумме в 920 миллионов тенге. За информацию о местонахождении Муктаровой, кстати, антикоррупционная служба готова заплатить 4000 МРП или 12 миллионов тенге. Получается, что все эти годы, что существует утилизационный сбор, чиновники оправдывали и прикрывали мошенников и воров? Пока общественности рассказывали о том, как важно поддерживать машиностроение и улучшать экологию, внутри на самом деле разрабатывались схемы по отмыванию денег. Что ж, было бы наивно полагать, что в этой сфере, где крутятся очень большие деньги, все было честно. Но закончить этот выпуск все равно хотелось бы на позитивной ноте. То, что скрываются такие факты о Бутильсбуре и то, что Аким столицы фактически признает поражение в переговорах с инвесторами, конечно, неприятно. При этом было бы гораздо хуже, если бы власти продолжали замалчивать проблемы. Перед тем, как строить будущее, нужно разобраться с ошибками прошлого. Как думаете, получится? Пишите свое мнение в комментариях. А у нас на этом все. Увидимся через неделю.